Вот, короче, мой домик, а это мой красивенький АК-47. Давайте теперь выйдем на улицу. И на улице мы видим карту Зона 9. И на этой карте у нас обитают всякие криперы, зомби, скелеты и паучки. И, в принципе, можно сказать, что я перенёс Майнкрафт в Стенд-Офф 2. Хотя, нет. Это всего лишь просто кликбейтное название. Потому что, на самом деле, я просто перенёс карту из Стенд-Офф 2 в игру под названием Гаррис Мод. И в этом Гаррис Моде я скачал аддоны, которые добавляют в эту игру блоки и NPC из Майнкрафта. Но, помимо этих аддонов по Майнкрафту, я скачал ещё куча других аддонов. А теперь супер резкий вопрос. Как думаете, можно ли окупиться на кейсах? Ну, конечно, можно, но, скорее всего, вы просто потеряете свои деньги. А теперь ещё один вопрос. Как думаете, есть ли способ получить голду, не тратя на это деньги? Конечно, есть. И этот способ называется конкурс. И как раз ютубер Софтлайтер абсолютно бесплатно раздаёт голду в каждом ролике. И, помимо раздачи голды, он пилит. Реально годный контент по Стенд-Офф 2. Привет, мой юный друг. Меня зовут Софтлайтер. Сегодня я, как и обычно, буду показывать своим подписчикам по два скина. А им нужно будет угадать, какой из них дороже. Тот, кто угадает больше всего, тот получает одну тысячу голды на свой аккаунт. И что самое интересное, он снимает свои видосы со своими подписчиками. И вы тоже можете попасть в его ролик и стать его другом. Так что ссылка на Софтлайтера в описании. Ладно, давайте вернёмся к теме ролика. Допустим, вам надоело сражаться с вот этими мубами, и вам хочется чего-то поинтересней. И тут есть одно решение. Для этого мы совмещаем вот это золотое яблоко с вот этой книжкой и наблюдаем следующее. Да, ребята, да. Это Херо Брин. И теперь вы будете всё время испытывать вот такое головокружение. И также пугаться от его резких появлений. Но если вы не боитесь этого Херо Брина, то тут в Гаррис Моди можно также заспавнить вот это чудо из игры Five Nights at Freddy's. А вдруг вы хотите устроить зомби-апокалипсис на этой карте? И это вполне возможно сделать. Достаточно наспавнить кучу зомбаков, взять нормальное оружие и приступить к делу. А если вы хотите устроить ещё и параллельно с этим метеоритный дождь, то вы можете спокойно это сделать, используя вот это оружие. Кстати, вы не замечали то, что взрыв бомбы в Standoff 2 какой-то очень слабый? Как по мне, гораздо будет лучше использовать вот эту бомбу. Давайте посмотрим на её эффективность. Но знаете, это всё равно мало. Я думаю, вот эта ядерная бомба будет гораздо лучше. Кстати, если у вас проблемы с наведением на цель, то в Гаррис Моди это можно свободно решить путём замедления времени. Ну и если вам это замедление не помогает, то тут есть встроенные читы. Нормально так. Лично я всегда мечтал о вот таком телефоне из Watch Dogs, который может всё взломать и взорвать. И тут он тоже есть. Опа, это не я. Любите Звёздные Войны? Пожалуйста. Тут есть вот такой лазерный меч. И ещё при этом вы можете вот так весело прыгать, как истинный джедай. Любите Гаррис Мод? Пожалуйста. Тут есть волшебная палочка. Кстати, лично я думаю то, что в стендов не хватает транспорта. И как раз в Гаррис Моди можно заспавнить любой транспорт, который вы хотите. Допустим, вот такой гелик. Или может даже танк. И давайте также не будем забывать, что в Гаррис Моди есть скины и ножи из CS GO. Просто посмотрите, как он красиво крутится. А это его редкая анимация. Шедеврально. Хотите есть? Не проблема. В Гаррис Моди есть куча еды. В том числе и вот такие чипсики. Хотите найти какого-нибудь супер сложного босса? Пожалуйста, вот вам супер большая х**а из Дума. Любите персонажей из GTA? Можете свободно стать Франклином. Кстати, помните игру Rainbow Six? В которой есть вот такой дрон. Так вот, в Гаррис Моди этих дронов ну уж очень много. И особенно больше всего мне нравится вот этот дрон. И поверьте, это далеко не все возможности Гаррис Мода. Ну и да, жмите вот на это видео, где мы нашли старый канал разработчика Standoff 2. И также жмите на меня, если вам реально зашел мой контент. Ну и как всегда, с тобой был Хиффейк. Пока.